В социальных сетях распространился ролик, на котором мужчина палкой сбивает лису или шакала. Один из подозреваемых объяснил, что расправа над животным стала наказанием за нанесенный вред. По словам мужчины, лиса наносила урон хозяйству и пугала его домочадцев. Статья 245 Уголовного кодекса так и называется – «Жестокое обращение с животными». За издевательство положено суровое наказание. Человек, причиняющий боль и страдания, будет наказан штрафом, арестом и даже лишением свободы. То, что касается издевательства над животными, это вы правильно сказали. Надо быть в том числе неадекватным человеком, чтобы так себя вести. Есть уголовная ответственность, и мы каждому факту такой оценки будем давать. Если у вас есть такие материалы, направляйте, мы будем проводить соответствующую проверку, давать процессуальную оценку и давать исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Проявление жестокости наших дагестанцев многогранно. Это причинение боли животному, лишение его воды и пищи, содержание на морозе или жаре и другие бесчеловечные действия. Нами заявления периодически пишутся, когда нам обращаются. По жестокому обращению последний случай был связан с убийством орла краснокнижного. Это вызвало очень массу негатива в соцсетях. Бурная такая была у всех реакция. Но, к сожалению, чтобы обратить на это внимание, на такой вопиющий жестокий фактор, нам пришлось обратиться к Фадееву Валерию Александровичу, председателю совета, предпрезиденте Российской Федерации по развитию гражданского права и правам человека. Только с его помощью он взял это дело под контроль и здесь завели уголовное дело. С точки зрения религии у животных также есть права. В исламе четко обозначены этические нормы обращения живыми существами. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, говорил своим сподвижникам, то есть в назидании и нам, чтобы мы даже не точили нож перед животным, чтобы не вселять страх в это животное. То есть таких примеров очень много. Можно привести также пример отношения самого пророка, саллиллаху алейху ассалям, к животным, когда, как говорится, однажды он увидел на своем халате кошку и вырезал, чтобы не побеспокоить это животное, вырезал то место, на котором лежала эта кошка, чтобы даже не потревожить ее сон и забрал свой халат. У российского закона о животных непростая судьба. Тема его создания поднималась еще в конце 90-х годов, однако окончательный вариант смогли принять только спустя 20 лет. Стоит помнить о моральной стороне вопроса. К тому, кто слабее и беззащитнее, необходимо относиться ответственно. Наталья Ханбабаева, Мусат Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.